Мне Инферно все-таки в защите будет попроще, и из всех карт соревновательного Counter-Strike я бы, наверное, Навертига в лучшем случае начал за атаку, но так бы всегда давал предпочтение защите. Ну да, тут опять же индивидуальный такой момент. Но действительно большее количество команд выбирает все-таки сторону диффенса, потому что там как-то и начинать попроще, и в целом опять же за атаку можно и вернуться в случае чего, но вот касательно коллектива Endpoints здесь, конечно, как карта ляжет, потому что не совсем понятно порой за какую сторону им проще и комфортнее играть. Так, Робин, раз. Ну все, на одном фраге закончен. Я думал опять включат того самого Scream-мод с второго доста, когда он там стоял просто Солянова, отстреливал игроков, но теперь надо как-то на ретейк выходить. Вот Абза есть диффузики. Кстати, есть у нас ковбой на Томасе. Так, Тофт повизжал, пытается отстрелить игрока в позиции джангла. У него это получается, но в содружестве с Торбином. Томас покрушил, и 4 на 2. Посмотри, как Торбин у нас крошит своих соперников. Два последних игрока будут выходить через Дель Пан, есть дым на бомбу, и возможно будет опять этот бредовый диффуз, как был на карте Трейн. Да не, ну тут уже просто не допустим такого парня с листью Трикет. Томас, конечно, успевает сделать под занавес фраг по Квизу, но... С двух групп причем. Да, 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 по-македонски. 1-0 в пользу коллектива Трикет, и в общем-то все. Ну, неплохо. А, кстати, погоди, это... По-моему... Я не помню, кто выиграл первый пистолетный на Досте. Не Endpoint? Нет, точно не Endpoint. Да, первый пистолетный на Досте выиграли парня из коллектива Трикет, и потом все пистолеты брали уже парня из коллектива Endpoint. Ну и вот только сейчас, собственно, Трикет... А, это твоя знаменитая статистика пистолета? Да, 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 она самая. Короче, 3 на 2 пока в пользу коллектива Endpoint. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, 3-3 будет по итогу. Но смотрим. Здесь ключевой момент начнется вот либо сейчас для коллектива Endpoint, если они раунд возьмут, либо уже с первого девайса, потому что там, конечно, надо будет браться по полной на Мираже. Уже нельзя будет давать так много, как... Так, тем временем Квиз забирает ап, за который решил подпушить спину. И это оказалось в итоге нормовым решением. Смотрим, что будет дальше. Пока что 4 на 5, и большинство сохраняют за собой господа из команды Endpoint. Смотри, как Кир аккуратно проходит под молотом. Ну, чтобы, да, чтобы не тикнуть. 4 в 5. 4 в 5. Трикеты выходят на Аплент. На Апленте у нас что? Один игрок на Дельпене находится, один игрок находится на Джангле. И этот Джангл может сыграть очень злую шутку против команды Трикет. У него уже есть достаточная информация. Квиз заходит, забирает Томаса с Дельпана. И остаются Endpoint и втроем. Это, к сожалению... Да. Тут уже сейф. Приплыли. Да, приплыли. Не поспоришь. Согласен с тобой абсолютно. И к нам. Ну, опять же, пока Трикет выглядит весьма-весьма неплохо. Я бы даже сказал, многообещающе. Но... Не ровен час, Endpoint проснутся. Ну, опять же, Endpoint просыпается в какой-то определенный момент. Главное, чтобы не очень поздно в этот раз. Потому что на Трейне, конечно, Endpoint'ов порой просто сносило. И те раунды, которые они потенциально могли брать, они проигрывали. И это был основной такой камень преткновения для этой команды. Потому что, возьми они на пару-тройку раундов больше в дифференсе, которые они определенно могли взять. Трейн мог сложиться вообще иначе. И Endpoint, опять же, вполне могли выиграть его. Но! Но! Здесь у нас другая битва, новая война. Команда Endpoint не будет, скорее всего, докупать всевозможные пистолеты. И просто-напросто сделает экономический раунд. И это прям отлично. Ну, давай смотреть. Давай смотреть. Третий раунд уже начинается. И мы будем с вами внимательно наблюдать за тем, как же будет Endpoint себя вести. Что же они такое сверхневероятное нам здесь смогут продемонстрировать. Кстати, подсадка в их исполнении под винты. Я не знаю, зачем она была сделана, учитывая, что там уже находился в упоре господин Томас. Но, возможно, в этом есть какой-то смысл. Хотя, лично я его пока что не наблюдаю. Учитывая, что девайсов нет у команды Endpoint, скорее всего, это так и закончится. Просто интересный и необычный подсадок. О! Трёх-очковый от Mighty Max'а. Она забирает лаки. Ну, слушай, уже в большинстве ещё одна граната, кстати говоря, есть. Так, мы здесь по Киру пытались стрелять неудачно. Ну, непродуктивно, так скажем. Удачно может быть и удачно. С точки зрения, что выбранное направление было верным. Так, крушил минусует Тофта. Ещё бы убежать успел, вообще было бы шикарно. Но, как говорится... Ну, там, знаешь, и девайс захотел подобрать, и убежать. Но, в итоге, ничего не получилось из этого сделать. Ну, конечно, девайс подобрал. Правда, ради он убил. Здесь Томас развлекается с Киром, забирает его. Там Mighty Max жил как мог. Оформляет Робина. Минус по Mighty Max'у. И Торбин ещё и попытался забрать второго, но уже не получилось. А нет, подожди, он забрал Томаса, да. А Табс тут разменялся. Информации нет по Табсу. Но это Табс. Это Табс. Он возьмёт сейчас девайс. Он просто вернётся по шарту, возьмёт девайс. Ну, это слишком долго, как по мне. 20 секунд. 20 секунд. Галлион подобрал, что будет... Так, бомба по точку А. А бомба, да. А время, а время. А время, а какое время? 13 секунд, он успеет или нет? А что тебя не устраивает, Александр? А меня не устраивает то, что он, скорее всего, не успеет поставить. 3 секунды на эту бомбу. 5, на в голову. Табс, это Табс, это Табс. Это Эко от команды Endpoint, фактически. Всё просто. Нет, на Досте было то же самое, если ты помнишь. Я помню, Табс был хорош. Да, 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 да. Там трики, прям всё хорошо у них было, а потом опа-опа, Endpoint выходит на Эко, там головы полетели что-то, дата, и в общем вот. Вот просто вдумайся. Табс делает минус на кухне. Да. У тебя остается 20 секунд, и ты через эту кухню бежишь на точку оставить бомбу. Ты ещё на шифтах проходишь при этом полпути. Да, а потом уже рванул. Что-то странное. В принципе, Табс всё услышал. Так, но тем не менее, здесь забрали Крушела. А Табс не услышал, он просто повернулся и такой, оп, добрый день, потому что он уже был на шерте в тот момент. Да, да. Ну, в общем, здесь забирают Крушела. Молодой человек у нас пока не включается в работу. Вот, ну, Табс подбирает снайперскую винтовку. Слушай, мастер на все руки. Опять же, вот. Нужно сейчас максимально аккуратно сыграть перекиды. Финансы всё-таки последние. Так что в случае поражения в этом раунде, они рискуют выпустить коллектив Endpoint вперёд. Вот, но, опять же, до поражения здесь ещё надо дойти. Пока всё крайне-крайне неплохо у енотиков. Можно спокойно просто цепляться за этот поинт, брать его в свой актив, а дальше уже как-то пытаться разматывать команду оппонента с учётом того, что у Endpoint тоже денег, ну, как бы, не ахти как много. Ну что же, выход на коннектор. Здесь ожидает их уже в своём приёме Табс. В руках у него есть ИВП, но вот от коннектора он отвернулся на какое-то мгновение и пытается Робин сделать свою грязную работу, но здесь Тофт уже сыграл, который находился всё это время на посадке в окне. Ну и Майти Макс вместе с Табсом вдвоём. Наверное, это будет сейфинг в исполнении, хотя Табс воюет, минус по Киру. Также он знает про игрока на Пелосах, смещается Майти Макс. И неужели попытка ретейк? Ну, есть дефузы, опять же, есть одна флешка. Вот как-то с этим сейчас нужно что-то сделать для того, чтобы раунд... Ну, кстати, нет, почему, можно попробовать. Там два игрока находятся далеко достаточно. Ну и что? Ты же не знаешь об этом. И ничего. Сейф. Всё-таки сейф, да. Мне кажется, это правильное решение, хотя... Согласен. Оборона точки А — это фиаско в исполнении команды Endpoint. Нет, фиаско ты не слушаешь, очень хорошо сказано. Это провалище. Самый настоящий. Ну, взрывается он, наверное, с Табс. Торбин также забирает Майти Макс. Один-три. 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 Ну... Не знаю. Нет, как-то Endpoint явно сегодня, наверное, не в духе. Нет, Сурьева, который готов был вести их победу. Тут Табс пытается вести их победу. Нет, но Табс очень хорош, но, опять же, он выпадает из командной игры. Мы видим, как Табс сова выполняет очень интересные манёвры, но, знаешь, как-то в команду он не интегрировал. Нет, это тут, по-моему, сама команда как-то пока не интегрировал. То есть, они вроде как держат точку А, при этом так держат, что вообще никто там ничего не смотрит. Все просто отлетают. В таверну до next round. Ну, кормяем и так вот. Ну, давай, смотри. Тэг. Пошел. Разброс гранат. Просто все. Накидали парки с эффективы Трикет. Вышли, убили одного. Все. Начали искать дальше. Поисковая операция продолжается. Забирают Майти Макс и минус покрушат. Трак по Табзу отлетает также Томас. 1-4. Прекрасно. Все здорово. Сделали еноты. Отлично зашли. Ну, что? Закупка. Снайперка будет у Крушала. Да, снайперка будет у Крушала. Ой-ой-ой. Ну, а сейчас Крушалу надо хорошо сыграть, потому что до этого, когда он играл со снайперской винтовкой, он просто отдался первым и посыпалось. Все посыпалось. Пошло под откос. Команда Endpoint. Дубль 2. Надевайся. Давайте смотрите. Так, заход здесь просто. Так, тем временем Кир у нас уже рвется вместе с Уаке. Забирать первого Робина. Далее размена Табза. И Томас. Томас стоит за... Ты должен пока что... Нарисовался Торбин прямо перед ним. Это было несложно. Там снайпер вам еще. Так-так-так-так! Ну, Томас они смотрят. Томас в итоге забирает Кира. Там еще разменивают Кроссфайром и Тофта. И остается последний Уаке. А там парень, понимаешь, со снайперской винтовкой. Он слый, он знал, где находится Томас. Ну, а зачем? Да, у тебя АВП, а зачем? Ну, там как бы совершенно не тот угол, чтобы смотреть Томаса. Тут, по-моему, единственный угол. Команда Трикет только что и споткнулась. Единственный, который вообще могла. Там Томас стоял. И просто-напросто на него вылетает Кип, который, ну, естественно, он его не видел. Потому что он выходит из смака, и тут опа, у тебя материализуется КТшник. Ну, на самом-то деле, было не очень правильное решение настолько быстро Трикетом выходить на коннектор. Они пытались в раннем тайминге это сделать, когда, как правило, находится один игрок команды защиты на шарте. Есть игрок на окне, а если не на окне, то он, значит, находится рядом с Троном. Ну, и в любом из случаев команда Трикет немножечко поторопилась. Да, штанс хп остается у Робина. Так, Крушел, Крушел, Крушел. Ну, Крушел не промахивается. По крайней мере, в этом моменте Малатчинка забирает Квиза. Реабилитируется у нас потихонечку снайпер коллектива Endpoint. Опять же, я уже говорил перед этой встречей, что Крушел с точки зрения индивидуальных каких-то отыгровок, с точки точки зрения того, как он двигается, как он играет со снайперской винтовкой, мне крайне импонирует. Но вот сегодня, по крайней мере, на Трейне там было очень много моментов, когда, ну, явно не хватало Крушела. Вот на Мираже тоже был первый девайсный раунд, который отыгрывали Endpoint, и там Крушела тоже просто вынесли сразу же максимально быстро. Здесь пока численный перевес у команды Endpoint. Это, кстати, по-моему, вообще первый раунд, где у них есть численное превосходство над своим оппонентом, по крайней мере, на Мираже. Ну и 3б стоят парни, не угадывают объективно. Табс, хорошая позиция, конечно, может дать всю необходимую информацию, как только расчехлят гранаты, распадаясь команды Трикет. И, в общем-то, здесь все выглядит неплохо пока для культива Endpoint. Так, единственное, Крушела, конечно. Ну, кстати, пока что Трикет не срывает чеку со своих гранат, чтобы откинуть на точку. Ну, вот сейчас Табс получает очень много информации, может заходить в спину, чем он занимается. Он без шифта, он просто несется. Ну, конечно, потому что он топает с другой стороны в яму, его не сушит совершенно вообще никто. Так, Табс пропустил первого игрока. Он продал, он продал план только что с тиммейтом. Ну, он пытался поймать игроков на стяжке, потому что бывает информация, что игроки под точкой B находились, что игроки под медом. Но как-то не успел он ни туда, ни сюда, и в итоге сейчас нужно делать ретейк. Но Табс заберет первую спину. Отлично! Уже задался выход со спины. Великолепно. Надо первую спину. Можно сейф уже? Ты думаешь сейф? Да. Смотри, выпад от Томаса! Забирает Кира, и остаются парни 3 на 2, и дальше можно рвать поинт. Когда там игрок на дельпане прям всех кошмарит, но есть Табс, который вернулся в Пелосы. Патайма уже все плохо. На самом-то деле, да, действия от Табза они прям под вопрос большим стоят. Да. Ну, в общем, раунд был выигран, но Табс его не потол. И туда, в общем, пошел у нас Швед. Решил, что хватит с него сегодня. Нет, ну его действия можно понять и оправдать. Я, наверное, ровно так же действовал, как и он в этой ситуации. Но здесь, опять же, информация у него тоже была, что парни топят через яму. На B-планде стоит 3 игрока. Да, ну то есть, по-моему, B-точка это вообще последнее, за что можно переживать. Не-не-не, он пытался как раз-таки с точки B, если бы соперник отходил, ну как-то, типа, в теории. Ты слышал у игрока по точке B, на миду слышал. Это значит, что через мид они будут стягиваться либо на коннектор, либо они будут стягиваться, соответственно, в яму через пеш-паун. Минус молодой человек со снайперской винтовки. Фраг покрушил, здесь Томас опять же. О, в той же позиции, опять же, делает минус Палаки. Опять же, выбивается АВП. АВП, ну и здесь можно даже подсадку оформить и еще одного забрать. Табзу, минус. Как-то вот после такого грандиозного минуса от Томаса больше ничего от команды Endpoint не последовало. Нет повести печальнее на свете, чем Endpoint в обороне. Пока прям минус Пакиру. Ну, 2 в 3, слушай, здесь еще, конечно, можно как-то подраться. Ну, в общем, 20 нельзя. Томас разбирает виза, последняя остается. Ну, это сейс снайперской винтовки. За наибольшей вероятностью. А здесь ему засейвить ее не дадут Тофт. А Тофт, кстати, не знает. Ну, Тофт может выйти сейчас спокойно. Начекать шорт и забрать просто-напросто Томаса. Ну, или вот он начекает. Да не, вряд ли. Томас туда вообще не смотрит. Томас ждет своего оппонента со стороны шорта. Томас топает потихонечку, ну все. Инфа по Томасу есть, но Томас выживает. Был диколючий. 2-6. 2-6. Ну, диффенса как-то не завезли сегодня. Что на трейдинге, что на мираже. Ну, на мираже прям, я честно говоря, вообще удивлен. Что нечто подобное у нас происходит. Ну, ладно, бывает. Ну, ладно, бывает. 2-6. 4 раунда разницы. Ну, и команда Endpoint вынуждена экономить. Не, может быть, конечно, получится что-то невероятное сейчас устроить. Крушела нет. Просто на карте исчез товарищ. Снайперской винтовки не хватает максимально. Двух на точку начинается. Всю информацию Табс должен был только что дать своим тиммейтам. Там и Томас работает, Табс работает. Отличные 2 фрага. Бомб там вроде как потихонечку начинает выходить. Тихо, и сап, и также пробирается Квиз через Яму. Находит своего оппонента. Враг по Табсу. Хорошо. Снайперская винтовка еще есть у Томаса в руках. Томас еще жив. Команда готова как-то сдерживать оборону на Апленте. Ну, вот надо только Томаса подсобить. Ну, здесь гир. Да, забирает Томаса. И остаются вдвоем Endpoint. При этом позиции Майти Макса и Крушева не то чтобы слишком хороши. Хотя вот здесь Крушева не контролирует. Он агрессивно выходит, забирает АВП. Там на секундочку стоит игрок за Сикретом. Так, Крушев. Только не стреляй в деревянку. Я тебя умоляю. Стрельну. Стрельну в итоге получил вразмен. Ай-яй-яй. 5 в 3. Endpoint был раунд. Ладно, это эко. Здесь можно оправдать. Но, с другой стороны, максимально доступное преимущество, которое только можно было раздобыть. Без потерь было добыто в первые секунды раунда. И потом просто-напросто разбазарено. Но, 5 раундов преимущество. По традиции, Евгений. 2-9, а потом камбэк. 2-9, да. 6-9, половина. Дальше уже как получится. Там как трики, да. Дальше сами будут играть. Так, тем временем Табс, смотри как поджимает, ловит гранаты все своей спиной, но его забирает, к сожалению, так и не дав сделать ему минуса. Хотя, дэмэджа внес много. Крушал со снайперской винтовкой в очередной раз. Находится он, кстати говоря, на шорте у нас. Ну и что? Здесь поджали шорт. Но, по-моему, можно уже понять, что на шорте никого не будет. Как бы это... Ну, мы ждем пока что. Охрана, отмена. Да не, и мы ждем, и они ждут. Вопрос только, чего они там ждут? Выходы на шорт. Тут еще и третий пришел. Какой выход на шорт? Минуты 10. Тут и Томас пришел, пацаны. Что у вас на миг? Тут как бы на точке АЕ1 играют соло. Так, тем временем Майти Макс. Уже, говорит, пацаны, они, по-моему, под Б. Ему пока что не верят, а Майти Макс забирает двоих. Шикарная работа. Оставляет команду Трикет в меньшинстве. И как раз-таки с этим меньшинством придется им бороться. Лаки погибает еще и от рук Крушева. И последний это Торбин, который в фулбланде оставил соперника. Но, тем не менее, не смог до того выйти. Нет, он смог выйти. Он вышел, посмотрел на него секунды-две. И потом, как бы, все. Отвесили по голове товарищу. 3-7. 4 раунда разница. Окей, Эндпоинт. Понемножку там как-то включают все. Удивительно, рядом от команды Эндпоинт. На самом-то деле, что-то просто невероятное только что происходило. Три игрока на миду, где вообще никого нет. Один Максимайт, который... Максимайт, наоборот. Майти Макс. Майти Макс, который стоит под точкой Б. И в итоге он закрывает троих при выходе. Что и становится победным моментом. Ну, да, да, да. Интересно. Ну, Трикет выносит Абза просто в самом начале раунда. Потом, действительно, Эндпоинт стоят, просто чилят. Фулл раунд на мидле. И там Майти Макс просто отбивается в Солянова. Всем, чем только можно. Команды Трикет, которая играет со всех сторон. Вон так. Ну, вот это, по-моему, зря сейчас. Ну, идет разваливать кабинеты. Вот это, по-моему, зря сейчас. Ничто не меняется, к сожалению, в данном моменте. Вечный Инпоинт. Вечный, вечный. Со своими вечными проблемами. Ну, я не понимаю, на самом деле, зачем, почему там Майти Макс остался. Ну, в общем, окей. Три-восемь. Три-восемь и три-девять. Я думаю, уже можно более-менее спокойно говорить о таком счете. А дальше три подряд от команды Инпоинт. И шесть-девять, пистолет. Тили-тили, тролливали. Как Мираж Майор. Проиграли. Ну да. В принципе. Все верно. Так же, как и Трейн. Ну, Трейн, это, конечно, отдельно. Надо смотреть, пересматривать. Ну, это уже закрытая книга, наверное. Welcome to the club. Я надеюсь, что здесь будет совершенно все по-другому развиваться. Не так, как на карте Трейн, потому что карта Трейн была максимально непонятная. Так, смотрите, временем у нас тут заготовлены флешки в исполнении команды Инпоинт. Парни вновь-таки пикают мидл, где трики вообще не выходят. Но это, на самом деле, уже не смешно. По-моему, это принципиальное решение Трейкетов. На мидл вообще не выходить. Принципиальное решение команды Трейкет. Похалдиться-похалдиться. Выйти на последнем тайминге. При этом сейчас они гранаты даже не тратят. Кстати, это работает. Потому что как-то вот к последнему таймингу Инпоинт потихонечку на мидл. Перетягиваются все. Инпоинт в шоке. Они ходят, ищут противников. Нигде их не видят. Там Трейкеты просто халдят под Т-базой. Так, ну сейчас, походу, это будет рестарт. Ну, не рестарт или пауза. Нет, не будет. Все. Собрались с высленно, с духом. Все. Просто бегают, трикиды. Хорошо. Им весело. Ну, забег. Все, колю. Минута времени. Парни готовятся. Морально настраиваются. Тапс уже где-то там хозяйничает. Недалеко от Пелоса. Фан будет принимать Пелоса. Так, так, так. Трикиды хоть на контакт пытались выйти? Нет. Они просто побегали за стенки. Все, попытаюсь. Ну, ладно. Хорошо, гранаты полетели. Показывают нам почему-то Томаса под точкой Б. Ну, давайте посмотрим, что же там происходит под точкой А. А здесь стоит Тапс. Что-то стоит. Ну и остается Крушел. Крушел с ВП. Играет с Дэльпана. Это дефолтная позиция. Его пытаются прострелить через дым, но не получается. Бомба тем временем уже ставится. И Крушел забирает Торбина через дым. Да, неплохо сработано. И в итоге мы с вами видим 4 на 4 ситуацию. Бомба все еще стоит. Двадцатая секунда. Робин забирает Квиза. Окей, минус по Робину. И ситуация 3 на 2. При этом Крушел последний. Уже 3 в 1. Крушел последний. В руках у него авик. Но, к сожалению, он не деф в эту установку бомбы. Ну и, скорее всего, пик соперника. Ну, здрасте. Ну, смотрели друг на друга долго. Да, 3-9. Нет, слушай. О, так тут, может, это, слушай, и не 9-6 у нас получится. Ты думаешь, пролетят эндпойнты с более разрывным? Да, 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 да. Матрица сбилась. Не, ну, может быть, конечно... Что может быть? Нет, может, конечно, такое закуп они выиграют. Не знаю. Ну, у Табзы есть. Нет. Начало очень веселое для команды. Под названием эндпойнт. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, они осознанно отдают... Нет. Ладно, хорошо. Табз. Табз. Вышел на охоту. Ну и у Табза здесь имеется скаут. Против него отыгрывает господин Кир, который также еще и смотрит поджим в спину. Ну вот... Нет, к сожалению, как бы я не хотел, чтобы эндпойнты в этом раунде зацепились, у них нет ни единой зацепки. Да тут не за что доцепляться, абсолютно. Как будто, знаешь, на летней резине выехали в Говалёк. Матимакс забирает Кира. О, слушай, это, кстати, дефолтная ситуация сегодня в Паскве. А сегодня, да. Сегодня минус три. Вчера выпал снег. Неожиданно так. Да, да, да. Вчера так прям хорошенько подморозил. Ну, в общем, сегодня я уже видел пару забавных моментов, пока ехал. Три девять, три десять и что? Семь раундов разницы. Ух, феерия. Трики доберут десятый. Просто ломаю все стереотипы. Это может тинпойнт, конечно, сломают все стереотипы, выиграют за атаку там. Все может быть. Удивляться не приходится. Крушел берет снайперскую винтовку, а можно посмотреть по бульляцию, пожалуйста. Мне просто интересно кое-что глянуть. Ох, один игрок в плюсе, это Томас. Да и... Ну, там еще Табс. Почти. Не, вот эти, конечно, два товарища на Камчатке. Там три фрага, четыре фрага. Крушел и Робин. Крушела вообще нет сегодня. Просто нет. Да, к сожалению, вынужден отметить, что один из сильнейших игроков команды Endpoint пока что прохлаждается. Ну а тем временем Табс забирает Лаки. Начало уже положено. Большинство для команды Endpoint. И кто его знает? Возможно, это и четвертый раунд. Слушай, ты так не шути. Чего это у вас вызывает смерть? Четвертый раунд вызывает смерть для команды Endpoint. Да. Я бы с вами поспорил. Они достойны этого. Так, ну что же. Тем временем идет там какая-то сверх лютая раскидка возле трона в исполнении игроков команды Endpoint. А Квиз один кошмарит всех. Так. Вот зачем этот дымблок власти? Неловимый Мститель. На точке А. Один игрок всего лишь на Б-Пленте. Тут Квиз уже просто в соло. В соло ретейкнул Плент. Ну как ретейкнул. Занял. Окупировал. Если хотите. Фраг по Крушелу. Ну вот. Первый пошел. Сейчас будет еще и стяжка от Майти Макса. Сейчас будет конвейер. Погоди. Будет ли? О! О! Майти Макс понял. Ну вообще не туда на самом деле. Майти Макса. А Томас забирает Квиза. А тот, который всех отвлекал, в итоге пал жертвой своих оппонентов. Ну и в итоге точка Б занята. Хотя куда идут пушить совершенно непонятно. Но благо Торбин забирает Абза. И этот пуш оказался эффективен. Остается последний игрок. Четвертый раунд, да, хотелось бы? Ну почти. Но они были близки. Заняц. Да, они... Две карты уже близки. Но как-то... Endpoints с английского переводится как тупик. Ближе, чем ты думаешь, но дальше, чем ты предполагаешь. Представь себе команду, которая бы называлась в СНГ. Сложное решение. Сложное решение. Ну да, здесь прям решение суперсложное от команды ФП. Так, Майти Макс. Ну забирает он уже двоих, что в принципе неплохо. Возможно это и станет таким, знаешь, мощным посылом для... Тут чувак с бомбой идет, просто пушить дальше всех. И нормально, Торбин забирает Томаса. Если бы погиб, то бомбу бы... Там парень просто плейтеп терялся. Тапс выходит. Ну, мужика вот здесь. По-другому нельзя. Надо работать агрессивно. Весло в руки, перехватил поудобнее вперед. Посмотрите, где Торбин. Он уже под кухню. Он сейчас придет, на самом деле. Так, Робин, кстати, его ожидает. Ну, здесь на самом деле... Тут Робин может ожидать кого угодно. У него 3.11. О, ладно. Здесь... Все. 4.11. Это, кстати, не про Робина. Про итоговый счет первой половины. Ну, очень странный, как последний раунд, так и вся первая половина на третьей карте. Я, честно, не понял, что происходило в конце, когда идет парень пикать кухню вместе с бомбой за спиной. Когда его тиммейты там начинают просто в дыму бразить. И что? Почему? Как? А то, что происходило не в конце, ты понял? Нет. Ну, как бы я не понимал, а в конце я окончательно не понял. Знаешь, такое бывает. Это стандартная ситуация, по крайней мере, сегодня. Ну, будем надеяться, что во второй половине все резко поменяется. И в своей стихии окажутся endpoints. Endpoint'ам нужно 12 раундов. Да, ты вот математик. Я могу, да, но... Вопрос, Александр. Вопрос. Смогут ли они? Не знаю. Даже не смогут ли Endpoint, смогут ли Triket помочь команде Endpoint? На трейне почти их смогли. На досте получилось. Может, на Мираже помогут еще. Так, ну ладно, пистолеты. Пистолеты, это наша любимая вообще сегодня история. Команда Triket выиграла 2 пистолетных раунда Endpoint и выиграли 3 пистолетных раунда. У Endpoint'ов появляется неиллюзорный шанс выиграть хотя бы по пистолетам. Так, Робин. Ну, оптимистичное решение. Попытаться перестрелять на такой дистанции своего оппонента с голокам. И что, Endpoint? Ну, Endpoint начинает косплеить команду Triket на втором досте. На пистолетах тоже потоптались на одном месте, пошли на другое место. Все, в принципе, обдумано. Мне нравится, как Кир решает помочь своему тиммейту, который стоит на машине. И, как бы, обзор у него явно побольше. Но, тем временем, Mighty Max забирает лаки. Минус по квизу. До свидания, Кир. И остается Тофт вместе с квизом в паре. При этом Тофт минус оформляет по Томасу, минус по Табзу, минус по Робину. И вот она, финишная прямая для команды Triket. Счет по пистолетам, Евгений. 3-3. Шикарно. Ну и коллектив Triket. Сумеет ли он добрать ближайшие... Сумеет. Скорейшие четыре раунда для себя до победы? Ты думаешь? Я уверен. Твоя уверенность прям... Вдохновляет. Серьезная. Ну, я думаю, она вдохновляет команду Endpoint на то, чтобы сделать камбэк. Да нет. Ты уверен? Абсолютно. Лаки забирает Абза. Для камбэка уже просто все сломалось. Бомбу не поставили, пистолет проиграли. Все прям максимально печально. Так, ну смотри, Тофт тем временем забирает Робина. Это было неплохо в исполнении команды Triket. Ну, а размена от Endpoint пока что не наблюдается. Он чуть-чуть в хаешку врезался. Он ударился в гранату. Он со второго раза не запрыгнул. У Крушева здесь стиль полнейший, он из третьего не прыгнул. Тилятая граната. Ногу повредила просто. А, ты думаешь, да? Травма. Он подсадка дает. Они там уже натопали просто как можно. И вот он упал. Он тоже не может. Все, ладно. Нет, смотри, смотри. Отмена. Это Томас был. Ну, Крушев ему дал посадку и Томас не мог запрыгнуть. Ну, знаешь, это какая-то зараза была, судя по всему. Так, Крушев. Сильно. Ну, почти, на самом деле. Ладно. Что уж тут. Почти попал. Крушев собой олицетворяет всю команду. Вот по половине. О, Матимагну. Ну, пломбу поставил. Слушай, уже хорошо. Короче, это запланированное было мероприятие. Там вне кадра осталось, как Лаки. Все это время стояло за пунтом и ждало, как даже Матимакс поставит пакет. Давайте, парни. Вам нужна экономика, чтобы закомбечить. Ну, да. Ставь бомбу. Так. 4-13. 9 раундов разница. Господа, ну... Знаешь, как бывает иногда на разминке? Подбегает к себе КТшник или ТР, ну, с вражеской команды. И не начинает стрелять, а просто начинает махать перед тобой оружием. Я френд. Возможно, тут было что-то вроде того. Ну, на самом деле, смех смехом. Никто, конечно же, никому не поддается. Но, как играет Инпоинт в третьей карте, это, конечно... Это страшно. Это грустно, это страшно. И я надеюсь, что... Во-первых, это не последний матч в группе. И дальше они себя реабилитируют. Нет, с такими матчами они далеко не пройдут. Ну, они топ-40 АШЛТВ. Да, знаешь. У нас тут были уже топ-4 за топ-17 АШЛТВ. Ну, и трикиды были тоже тогда. И трикиды были тогда. Топ-20, по-моему. Ну, минус ТАПС. Временем квиз. Да, забирают ТАПСа. Ну, и Робин здесь будет на две позиции. Разорвался. Да, Робин просто непоколебим. У него тиммейты убивают Ост. О, мастер-класс. Ну, в окно Салон же можешь запрыгнуть. Не-не-не, всё в порядке. Всё, отлично. Так, флешка. Пошла. Выход. Пропрыгал ещё и соперника, который в него пытался стрелять. Смотри, сейчас Робин просто размансит. Так, аккуратно. Вот, вообще на Б-выход. Какой мастер-майк. Ну, всё, заметили Робина. Ну, а тем временем бомбу ставишь. Главное нейтрализовать. Просто уже окружение. А что там тим... Куда ты идёшь? Поставь бомбу, молодой человек. Ну, у тебя тиммейт жертвует собой, чтобы ты поставил бомбу. Куда ты идёшь спасать тиммейта? Ой. Один в три. Ну, ладно, здесь можно выиграть, на самом деле. Вот, без шуток, прям. Можно постараться. Так. Майти. Постарался. Постарался. Извиняюсь. Можно было, и он постарался. Три... Ну... Не, ну вот, единственный вариант, это вот так. Сейчас пейк отпускают дефурс на секунде, и... Ну, нет. Делективство. Да. Но, к сожалению, здесь времени было слишком много у команды Трики, чтобы бомбу разминировать. Даже без дефурс киток они успевали. Секунд 15 было, 20. Ох. Не, end point это... В общем, я снимаю. Ну, пока что крест на них ставить нельзя. Опять же, сегодня они со стенды нам играют. Там уже 4 гвоздя забиты, Александр. Конкретно в этом матче, да. Но они также остаются ещё в группе А на нашем чемпионате. Будут отыгрывать против какой-нибудь ещё интересной команды. Вероятнее всего, против коллектива... Ну, проигравшего коллектива следующей пары. Не напомнишь, кто у нас будет там? По-моему... Если я не ошибаюсь, там находятся и спады, и сингулярити. О, нет, ну слушай, здесь... Ну, скорее всего, будут играть сингулярити. Наверное. Не знаю. Тут сложно. Вот тут сложно. Ладно. Давай смотреть дальше. О, тапс. О, хо-хо-хо. Да что, камбэк, что ли? 4.40. Ну, ладно. Просто это end point для себя челлендж делали. Смогут ли они 12 подряд забрать за атаку на мираже? Александр, финальный предикт. Смогут. Сколько? 12. Ну, на мираже за атаку. Два, может быть. Два? Два смогут, наверное. А, ну, ещё 10 надо будет где-то сделать. Ну, знаешь, счёт уже 5-16 не такой неприятный. Неприятный. Ну, в смысле не такой неприятный. Как 4-16, знаешь. Ну, это разница. Хотя покажешь, что команда end point старалась выиграть. Да, мы видели. Мы видели. Команда end point старалась. Но, к сожалению, не на мираже. На трейне, да, бесспорно, старалась. Ну, то есть я старалась. А на мираже как-то это... Уже не старалась. Не до стараний было. Ну, что, 5-14. Классно, здорово, конечно. Ну, нужно дальше теперь продолжать. Ещё 9 раундов для того, чтобы сравняться. 11 для того, чтобы выиграть эту карту. Ну, или хотя бы, ладно, там 10 забрать на топочки и вывести. Но надо опять подрубать годмод Tabzo. И, в принципе, как-то пытаться провозить команду. Но здесь просто уже это, я не знаю, суперсложно будет сделать. Право на ошибку, по факту, нет. У коллектива end point. Одна ошибка, они в овертаймах, в лучшем случае. В худшем случае. Ну, смотрите, временем Mighty Max. Ломает голову первому сопернику. Да, размин получает по крушеву, но, тем не менее, первое слово было за командой end point. А как мы знаем, примерно в 60% энтри фрага раунд запирает та команда, которую он этот фраг сделал. Возможно, что будет именно это. Но нет, Лаки забирает Робина, и вот уже большинство за командой трикет. Тут ещё и квиз стоит вплотную, и, судя по всему, к нему через дым и придут. Так, там ноги не видно через кромку. Скорее всего, нет. Так, квиз решил уйти в более дефолтную позицию. Минус Mighty Max, нет, всё. Команда end point закончилась, друзья мои. 2 в 4 ситуация. Это 5 в 15, 5 в 16. По логике вещей, Томас вместе с Табзом. Попытаются как-то, конечно, исправить происходящее, но... Здесь... Такое уже не исправить. Здесь будет сложно. 5 в 14. Ну, слушай, вот... Возможно, этот раунд и сумеет забрать end point. Да, возможно, возможно. Не спорю. Куда залез? Так, ну что ж, заметили пяточки Томаса. Он попытался почему-то пикнуть авапера. Не самое разумное решение. И в итоге Табз остаётся последним. Бомбу он ставит, при этом ставят её под яму. Ну, здесь уже буйфер на него оформили. Табз воюет. Все 30 патронов в одного соперника, забыв про то, что есть ещё 2. Помимо него. 5 в 14. 5 в 15. 15 в 15, да. Ты прав. Ну, опять 16. Там деньги, конечно, будут, но... Не, ну, при такой игре от end point хочется хвататься за голову, потому что... Что вообще происходит? За сердце, Александр! За сердце! Те, кто не застраховали свою ставку, сейчас, наверное, так и сидят. Да и застраховали, если всё равно ты теряешь немного денег. 70 процентов. Согласен. Ну, 30 к тебе возвращается, ты можешь отыграться, безусловно, но... Конечно, с страховкой лучше, чем без неё, но лучше всегда выигрывать. О, это да. Тут ты прав. Не, ну, опять же, 5 в 15. Команда end point, ну, серьёзно. Здесь, в лучшем случае, 1-2 раунда, на мой взгляд, не более того. Потому что end point, ну, вот, прям, вот, вообще не выглядит как команда, которая... Ну, как-то может соревноваться. По крайней мере, вот сейчас. При таком счёте, на этой карте, вообще точно нет. У них был отличный шанс выиграть игру на карте трейн. Прямо вот... Почти 100%. Но... Увы и ах. Увы и ах. При этом, триггет брали тактическую паузу. Возможно, там были какие-то небольшие проблемы с тимспиком, которые просто-напросто команда триггет фиксила. Вряд ли они очень сильно размышляли над тем, что же сейчас будут делать парни из коллектива end point. End point, кстати, по-моему, вообще паузу не берут. Просто вплывут по течению. Куда их там занесёт, туда они и, собственно, выплывут. Тревожный звоночек прозвучал для команды end point. Да. Первый матч-поинт и всё-таки. Это точно. Ой. Здрасте. Опа, Томас забирает первого кира. Слушай, неплохое начало. Опять же, entry frag. И Томас идёт дальше. Открывается. Здесь есть пиджок, который играет на пэлосы. Томас забирает ещё и его. Ну, слушай, в Соляново открыл точку А. Сталось забрать только лишь одного бедного несчастного лайки с АВП. Ну, лайки так просто не сдаётся. Минус по Томасу. И парни у нас три в четыре остались. Дем. И бомба поставлена. Ну, кстати, денег достаточно у команды триггер. Так что даже в случае проигрыша этого раунда они смогут закупиться в следующем. Ну, ладно, окей. Один поинт отыграли. Господа из команды end point. Торбен открывается потихонечку на дыру. Видит там что-то оппонента, начинает стрелять, но он не попадает. Не попадает. Хотя кто-то забирает ещё и табза. Ну, вот этот кит девайсами, это, конечно, всё прекрасно. Но не самая хорошая идея, на мой взгляд, для команды end point. Всё-таки денег там не так, чтобы очень много. Ну, что ж. Девять раундов разницы. Всё так же. Закупаются, естественно, господа из команды trikit. Также закупаются end point. Просто на всё, что есть. Что с одной, что с другой стороны. Но end point уже терять нечего. Всё, что можно было, они потеряли. Теперь единственная возможность — это допы. Всё, что можно, они потеряли уже на карте train. Да, на самом-то деле. А здесь они просто продолжают очень неприятную тенденцию. Лаки тем временем находит Крушева. Но уже его не стало на этой карте. И вчетвером end point должны воевать. Томаса уже не выйдет так же красиво открыться, как и в предыдущем поинте. Опять же, потому что имеется информация. Опять же, потому что играют сверхаккуратно игроки команды trikit. Квиж находит голову Томаса. И вот уже 3 на 5. Атаки при таком количестве лиц будет, конечно же, крайне тяжело противостоять защите. Ну, Робин пытается как-то открыться через middle. Здесь уже, конечно же, никого нет. Потому что эту линию очень грамотно отдают trikit. И в тайминг, как надо. В отличие от инпоинтов, которые ее до последнего контролировали в защите. Trikid прекрасно понимает, когда с меда стоит уйти. Так, ну Робин, конечно... Интересно. Там фулл хп был парень, да? Нормально. Подгорел. Опа. Ну, минусы. Ну, в общем, короче, это не критично. Все. 2 в 4. Ну, мы уже такое видели. Tabs и Mighty Max. Вдвоем против... Смотри, там второй раз будет в окно прыгать. Нет, не будет в окно прыгать. Проходит через коннектор господин Tabs. При этом понимает... Не понимает даже, откуда в него стреляли. То ли со спины, то ли с дельпана. В итоге через флешку удается ему пройти. Его тиммейт открывается через яму. Но, опять же, 4 на 2. И здесь нужно очень сильно постараться и Mighty Max, и Tabs, чтобы в этом раунде выиграть. Так еще и идет Tabs пикать зачем-то. Последнего расстреливают с двух сторон Trikid. Это 6-16. И это победа для датчан. Крайне неожиданно. В крайне жестком противостоянии. Здесь было 3 карты.